Александр Петров Я думаю, вам тоже будет понятно Немного о себе Я работаю в компании Сбербанк Технологии И занимаюсь разработкой единой фронтальной системы Вот под моим именем фамилии здесь написано Что это такое? Это разработка Сбербанка, которая призвана объединить фронтальные сценарии пользователей в одну систему И обернуть это все в один интерфейс Что это значит для операционистов? Это значит, что вместо 5-6 программ с разным интерфейсом Человек будет использовать одну программу с одним интерфейсом Что это значит для пользователя? Это значит, что можно будет начать какую-то операцию в одном канале и завершить ее в другом И наши интерфейсы, они в основном состоят из форм, в основе которых лежат инпуты Итак, философия Казалось бы, громкое название доклада, да? Потому что инпут это вроде бы простая вещь И она на самом деле простая, пока разработчик не начнет накручивать на нее какую-то дополнительную логику Скажите, вы когда-нибудь сталкивались с трудностями при заполнении форм? Потому что даже я, при каком-никаком понимании того, как работает фронтенд, признание джаваскрипта, я иногда сталкиваюсь с такими трудностями С чего все началось? На просторах интернета появилось вот такое вот поле ввода Для номера телефона, выпадающий список, 10 тысяч вариантов, пожалуйста, выбирайте Это стало довольно популярным, пользователи начали фантазировать и соревноваться в том, кто напишет самое неудобное поле для ввода номера телефона Вот были такие варианты Вот такой вариант, где нужно вовремя успеть Следующий вариант очень нравится у меня с числом пир И вот еще один здесь рандомный генерационный номер Ну да, понятно, что это все оверхед, так в реальной жизни никто не делает И поэтому давайте рассмотрим какой-то более реальный пример Это вот из жизни прям Заходит человек выбрать автомобиль и думает, куплю я себе там за 2 миллиона, например Потом думает, нет, 2 миллиона многовато, давай за 1 миллион Стирает двойку, набирает единичку, так, что-то не то Так, попробуем еще раз, так, поставили курсор, стерли, ну вот, вроде бы получилось Поднимите, пожалуйста, руки, кто знает или хотя бы догадывается, почему вот в этот момент, когда мы стираем двоечку Сейчас, вот в этот момент, почему у нас курсор уходит в конец Поднимите, пожалуйста, руки, кто знает или догадывается Отлично, ну хорошо, мы вернемся к этому примеру чуть позже Как сделать так, чтобы не было плохих форм, вот таких вот казусов Хотелось бы иметь какие-то рекомендации, следуя которым можно было бы сделать хороший пользовательский интерфейс И знаете, такие рекомендации, они на самом деле есть Но, к сожалению, многие разработчики либо не знают о существовании таких рекомендаций Либо, ну да, знают, но, к сожалению, не пользуются И в целом требования к инпутам, а мы в основном будем говорить про текстовые поля Потому что чаще всего именно с ними возникают проблемы Эти требования можно разделить на две части Это общие требования к компонентам, которые есть на форуме И требования к автоформатированию текстовых полей Начнем Первое, ширина полей Ну, здесь все довольно просто Ширина текстового поля должна соответствовать количеству информации Которую мы хотим от пользователя получить Вот пример Я специально привел здесь номер телефона Чтобы сразу сказать, что это не очень хороший пример Потому что здесь номер телефона российский и мобильный В конце я приведу ссылки И там будет одна хорошая ссылка на список самых популярных заблуждений программистов Про номера телефонов В особенности про зарубежные номера Потому что здесь, если это не мобильный, а, например, рабочий телефон То может добавиться какой-нибудь добавочный 43.86 и уже не поместится Типичная ошибка Это сделать все поля одинаковой ширины И где-то будет много, где-то мало что-то не поместится Следующее Порядок заполнения Здесь тоже довольно просто Порядок заполнения должен быть очевиден пользователю Сверху вниз И последняя расположена кнопка отправки, которая садмитит форму И этот пункт, он очень тесно связан со следующим Это клавиатура Есть пользователи Например, такие, как я И я уверен, среди вас их тоже много Которые при заполнении форм очень активно пользуются клавиатурой Поэтому очень важно проставлять таб-индексы Как здесь можно навредить? Можно при переходе табами Уйти куда-нибудь в левый верхний, правый верхний угол Либо, что еще хуже, иногда встречается так, что фокус у нас уходит на невидимый дом элементов И вообще непонятно, что делать Поэтому, пожалуйста, проставляйте таб-индекса, следите за порядком Следующий пункт Корректные подписи, что и где писать Об этом сегодня в common секции был отдельный целый доклад Посвященный интерфейсным надписям Поэтому подробно останавливаться не будем Но вот пример, как предлагает сделать Google У нас при фокусе лейбл уезжает наверх и появляется placeholder Кстати, очень важный пункт, чтобы поле, которое в фокусе, оно отличалось от других Чтобы мы понимали, где находимся Как здесь ошибаются? Есть такой термин, как слепая форма Это когда у нас placeholder говорит о том, что нужно ввести в поле Но когда все поля заполнены, можно не понять, для чего оно предназначалось Например, что такое 46-48, может быть, это размер одежды Следующий пункт Обязательность и необязательность полей Это те самые звездочки, которые бывают на полях Нужно пользователю давать эту информацию до того, как он отправит форму Потому что красные всплывашки, вот эти, их никто не любит Но если у вас все поля обязательные и одно, например, необязательное То можно эту логику инвертировать и написать, что именно это поле является необязательным Дальше, значение по умолчанию Если мы что-то знаем о пользователях, можно заполнить это за него И сэкономить таким образом его время Главное оставить это поле редактируемым Потому что мы можем просто-напросто не угадать Стандартные сочетания и горячие клавиши Это опять-таки про клавиатуру Как тут можно ошибиться Очень часто бывает так, что на Backspace или на Delete Навешивают удаление символа Но забывают про клавиатурные сочетания Типа Ctrl-Delete, Ctrl-Backspace Которые удаляют по целому слову Это что касается общих требований На самом деле их гораздо больше И я рекомендую ознакомиться с этими рекомендациями По ссылкам, которые я дам позже А пока что перейдем ко второй части Это автоформатирование Буховка Е съехала, прошу прощения И этот пункт, он очень тесно связан с валидацией Если мы хотим получить от пользователя Корректное значение Которое сможем отправить на Backend Чтобы они там спокойно жили У них ничего не сломалось То у нас есть две крайности Первая крайность — это просто-напросто Не дать пользователю ввести какое-то значение Отличное от того, которое мы хотим получить Вот, например, выпадающий список с номером телефона И вторая крайность — это дать пользователю полную свободу Вводи, что хочешь Но если что-то пошло не так Если он делал что-то не то То опять красная всплывашка Воу-воу-воу, так полегче Ты делал что-то не то, пожалуйста, исправься И, как правило, задача сводится к тому Чтобы найти какой-то баланс И лучше, чтобы валидации было все-таки поменьше А в сумме эти два инструмента Дают нам контроль над значением Сколько нужно этого контроля в сумме Зависит от конкретного бизнес-процесса Который мы реализуем Иногда его нужно совсем немного Вот хороший пример Авторизация на портале госуслуг Заметьте, как ребята смело написали Телефон и электронную почту Можно вводить в любом формате Естественно, хочется проверить Проверяю С восьмеркой Подходит Плюс семь Подходит Без семерки Без восьмерки Тоже нормально Вот попробовали номер записать Тоже все отлично работает Теперь, внимание Восемь Вот такой вариант Тоже сработало А теперь вопрос Поднимите, пожалуйста, руки Кто считает, что вот эта штука Позволила мне авторизоваться на портале госуслуг Ага, есть Да, но На самом деле Не получилось, да Но Я думаю, если бы он меня авторизовал Было бы забавно А это что касается Контроля значения Но автоформатирование Оно нужно еще по одной причине Это когда мы хотим Сделать значение Более наглядным Например, тот же самый операционист Чтобы мог легко На глаз Отличить 20 миллионов От 200 миллионов А вот сравните две формы Первая И вторая Вот еще раз Первая И вторая Понятно, что вторая считается Намного легче Какие тут могут быть проблемы Сейчас давайте вернемся К тому примеру Где у нас Мы стирали двойку И у нас курсор Проскакивал в конец И попробуем представить Этот код Ну, я думаю, никто не против Если он будет на реакте Да Вот он выглядит примерно так Плюс-минус И нас интересуют Вот эти две строчки Там, где мы Изменяем каким-то образом Значение А потом Обратно прокидываем Его в input Тут Браузер понимает Что у нас Значение каким-то образом Программно изменилось А что делает у нас браузер Когда значение программно Меняется Правильно Он прокидывает каретку В конец Что у нас и произошло Таким образом Если мы Что-то делаем Со значением То у нас Вместо одной задачи Появляется Две Это контроль значения И контроль положения Каретки Немного Облегчить задачу Могут Префиксы И суффиксы Это те Части значения Которые находятся В самом начале В самом конце И которые никогда не меняются Можно Их захардходить Каким-то образом Отрисовать И уже Не париться По этому поводу Но Все же Наложить маску Когда пользователь Вводит значение В пустое поле По одному символу Это довольно легко А вот контролировать Значение Во время редактирования Куда тяжелее Я обещал Простой доклад Ну вот Максимально просто Сейчас попробую Объяснить У нас есть маска Из трех цифр Причем Первая из которых Не может быть нулем И у нас есть значение 108 Все отлично Теперь мы ставим Курсор Каретку После единички И нажимаем Backspace У нас единичка стирается Остается значение 0,8 Но как мы видим Нолик Не подходит под маску Он не может быть На первом месте Поэтому нужно с ним Тоже что-то сделать Мы его удаляем И у нас остается Восьмерка Странное поведение Не так ли Мы удалили один символ А в итоге У нас удалилось два Как это можно обойти Чаще всего Делается так Что у нас Вместо удаления символа Он не удаляется полностью А вместо него Вставляется какой-то Placeholder И казалось бы Проблема Не нова Люди Ей давным-давно Занимаются Должны быть Какие-то Проверенные Существующие решения И действительно Да Они есть Если не брать В расчет Плагины Для jQuery То самым популярным На сегодняшний день Является Текст mask И он действительно Хорошо работает Вот именно В том режиме Когда у нас Вместо символов Какие-то placeholders Ну в данном случае Символ подчеркивания Но стоит нам Переключить режим Как Внимание Сейчас мы начнем удалять И у нас Перестает работать Backspace Мы не можем удалить Defease И вот опять Мы споткнулись На скобочки На гитхабе Есть Pull-requests Которые Что-то исправляют Но Все равно Вот этот случай С ноликом Он довольно непростой И там С placeholder Вот этот режим Все равно Придется включать Поэтому Если вам Нужно Написать Поле ввода Лучше всего Обойтись Без форматирования Вот хороший пример Был с Авторизацией на госуслугах Иногда его Действительно не нужно Если все же нужно То попробуйте Существующие решения Они действительно есть Ну даже Хотя бы Плагины для jQuery Чем черт не шутит Если все же нужно Написать свое То определите Какие-то узкоспецифичные Требования Пусть ваш input Не будет поддерживать Динамическое изменение маски Пусть он не поддерживает Регулярные выражения Но он будет делать Одну функцию Но он будет делать Это и хорошо Ну и Напишите его И опять возвращаемся К названию доклада Вот этому громкому Философии Так в чем все-таки Философия Input Если просто То можно Сформулировать ее Вот таким образом Если вы что-то делаете С input То это должно Помогать пользователю И ни в коем случае Не мешать ему Но тут Иногда Бывает так Что вы хотите Сделать хорошо А приходит менеджер Говорит Вот у нас есть макеты Нужно сделать по-другому У нас бизнес Любой бизнес Преследует задачу Увеличения прибыли Тут вспоминаются Хорошие слова Которые Сказал Чай Мэнгтэнк Из компании Гугл Я даже не стану Переводить на русский Потому что мне нравится Как это звучит По-английски Do the right thing And wait to get fired Как это работает Вы делаете Какую-то правильную вещь И Если Вас не уволили Значит все отлично Вы хорошо сработали Работаем дальше Если же вас После этого уволили То это Просто-напросто Не та компания В которой стоит работать Поэтому не так обидно Ну и Список литературы От простого К сложному 10 правил Хороших форм У Темы Лебедева В разделе Техногрит Есть Это самое простое Можете не фотографировать Кстати Сейчас будет ссылка На все ссылки Там QR-код Лучше послушайте Следующие Контур-гайды От Российского СКБ Контур Ребята разрабатывали Для себя У них получилась Такая хорошая Серьезная штука Но Они поняли Что это может быть Полезно Еще и другим Разработчикам Поэтому выложили В открытый доступ У нас В Сбербактехнологиях Тоже есть Подобный документ Но к сожалению Вот мы не можем Выложить его По определенным причинам В открытый доступ Следующие Следующие Две ссылки Ну тут уж я думаю Наверняка Прям Гайдлайны От Apple И от Google Это очень хорошие документы Такие качественные Но здесь надо быть Осторожным Потому что Это первое Соответственно Для разработчиков Продуктов Apple Второе Для разработчиков Google Material Design Вот Поэтому можно Что-то заимствовать Но не надо Слепо там Подражать И пятый Очень важный И хороший документ На английском языке Естественно Это от Департамента Здравоохранения США Вот как говорят Устав вооруженных сил Он написан кровью Вот этот вот документ Он тоже я думаю Написан там Кровью пользователей Очень многие моменты Там есть И про телефонные номера То что я раньше говорил Список заблуждений Если будете писать Мало не Phone input То почитайте И еще отдельно Хочу порекомендовать Телеграм канал Про интерфейсы Человек очень интересно пишет Там регулярно Посты бывают Сам на него подписан Вот И ссылка На все ссылки Куда я позже Выложу саму презентацию Вот теперь можете Фотографировать Спасибо Вопросы Я хотел добавить Я очередной раз увидел Input С номером ввода карты Вот И как страшно По ту вспомнил Inputы Которые делают По четыре секции Вот Я Я брыжок этих людей Которые Когда ладно Ну думаешь Ну ок Ок Контрол В Первые четыре цифры Вот Так что да На самом деле Input это все Довольно серьезно Так что надо Походить к этому Сглавное Ставьте вопрос Расскажите Свою Можете Более тоже Расскажите Когда будет лекция По Daypicker А еще Заодно И по Выпадающим Спискам Да Да Больные темы Очень больные темы Да И вот Я наверное не сказал Дэд То что я занимаюсь Именно разработкой Платформной библиотеки Как раз таки Вот наша команда Разрабатывает Эти компоненты И Да Очень непростая штука Но Лекция Если хотите Можем сделать Да Я думаю Можно Искорее Я все Могу Выложить Все Дайте всех Кстати продолжаем Вопрос про Daypicker Недавно Пару месяцев назад Авторсайта Это Quicksmon.org Петер Полков Написал Статью Про Daypicker И сказал Что если Вы пишете Интерфейсы Для Дестопы Для Мобилы То вот Просто Выкиньте Все ваши Наработки По Детпикеру И на мобиль Оставьте Мотивный Детпикер Вообще Как На мобильный Бобильный браузер Скажем так На дестопе Можете там Рисовать свой Какой хотите Да Вот А скажите Насколько У вас вообще Бывает Что вы Используете Нативный Сейчас же Много Всех Телефоны И так далее Или вы Везде Пишите Свой Ну вот Конкретно Мои команды Мы занимаемся Разработкой Для Десктопа У нас Еще Есть Параллельная Команда Которая Занимается Разработкой Для Мобил React Native Ну у нас Соответственно React У них React Native Вот И к сожалению Я не могу Точно Сказать Как у них Но Наверное Вот Лично Я считаю Что Да Лучше Используют Нативные Я хочу Добавить Кстати На эту тему Про мобильные Потому что Они реально удобные Там есть Но нельзя забывать Если вы делаете Например Я просто Тоже Умер Во мне Дизайнер UI Во мне Умер Если вы делаете Input Который У него Type Number Да И вы соответственно Оставляете его Ну как бы На мобилке Он красивый Такой Скроллится А в браузере Оставили У вас такая Молодская стрелка Вверх И вниз Так что Как бы Такая штука Надо Вариативность Какую-то Применеть При этом Ну если Как бы Вам Не фиолетовый Дизайн Вот этот Type Number Он действительно Полезен Для мобилки Потому что там Еще и клавиатура Соответствующая Выходит Цифровая Стрелочки Вмораживаю Ну это Нет На мобиле Нет стрелочки Но если Ты в браузер Запустил Вот это Остает Спасибо За доклад И вопрос Про ширину Инпутов В самом начале Было озвучено Что нужно В зависимости От контента Подбирать ширину И сказали Что все Инпуты Одинаковой ширины Сделать Это плохо При этом Какая альтернатива Если Дополняя Скажем Документы Подряд Множество полей Нужно заполнить Как оно должно Выглядеть Тогда В каждом Конкретном Случае Наверное По разному Ну и Это скорее всего Зависит От количества Этих полей Возможно Если их очень Много То вот эта Вот лесенка Которая будет Некрасиво Скорее всего Выглядеть То да То Можно и По правому краю Например Одинаковой ширины И прилепить Туда Лейблы Ну просто Сделать прямые Противы Когда они у тебя Короткие поля Начинать думать Типа как скомпоновать Влево Вправо Ну в общем Кто форму рисовал Я думаю Понимает Это же все Рекомендации Это все Не жесткие Правила Сначала Небольшая ремарка Мобильные Дейтпикеры Есть Кастомные Какие-то темы Оболочки В которых Лучше никогда не видеть Местные Дейтпикеры Потому что Иногда Дата прокручивается По дням Нет опции По месяцам Годам Элементарно Неделям Тебе нужно Ввести дату Рождения Ты на 80-е годы Прокручиваешь Дни В продолжении темы Рубрика Почувствуй мою боль Примерно Сто процентов Форум С которыми Я по работе Сталкивал Всегда есть Поле Номер телефона Специфика работы А вот почему Он глухнет Так вот К вопросу о боли Тайп Номер Номер И Атрибут Макс Ленд Боль Абсолютная боль Не работает Вместе Почему И как с этим Бороться Ну понятно JS Но Какие-то Может быть Интересные Есть методы Мы выбрали JavaScript Потому что Это не так Сильно нагружает Браузер Это не сложно Сделать А вместо этого Ты получаешь Полностью контроль И не зависишь От браузера От конкретного Его поведения Вот поэтому Мы выбрали JavaScript Делаем это сами А просто Например Инфа Почему Почему Они сделали Это с нами А Инфа Есть какие-то Доганки Не располагают Нет Ну мы Видим конкретную Проблему Решаем ее А корни проблемы Ну не знаю Где-то там Неизвестно Я понял То есть над нами Жестко пустебали Спасибо Вижу тоже часто Страдал Вы пробовали Разделить Внешнюю ветверстку И логику компонентов То есть можно ли Типа делать Типа шкурок Именно сейчас Мы этим занимаемся Есть три канала Сбербанки Это Сбербанк онлайн Который вы все Знаете Сбербанк бизнес онлайн Это для Бизнес партнеров Для тех кто Бизнесом Которые пользуются Банковскими продуктами И есть ВСП Это то чем пользуются Операционисты Кассиры в отделениях И вот сейчас у нас В промп Пока что вышла Версия библиотеки Для внутренних подразделений Вот уже Операционисты пользуются Там довольно хорошие отзывы А сейчас Мы движемся В сторону того Чтобы сделать Библиотеку Вот с этой С логикой поведения Общую Для всех Трех каналов И соответственно После того Как мы ее сделаем Уже на основе Этой библиотеки Внешний вид Компонентов Он будет уже Канально специфичный Да Мы это дело Не разделяем Успешно получается Пока что наверное Судить рано Судить рано Непреодолимых Трудностей Ну пока что Не столкнулись Самая большая Трудность Это Найти Общий Функционал Который Все согласны Выносить В этот Общий компонент Вот Согласование Вот эти диалоги Это наверное Самое сложное А технически Пока что Ни с чем не столкнулись Таким Я знаю Вы сегодня Все будете Что нибудь Вводить В поле Вот В поле Ну Все 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 Мне кажется Спасибо Спасибо большое Отличный Бодрый Доклад Бодрящий Доклад На завершение Сегодняшнего дня Я пожалуй Его даже Вот так вот Выду Кто у нас Остался Из докладчиков Здесь А Дайте Ну что Ребят Спасибо большое Что пришли Спасибо Что вы приехали Спасибо большое Что вы досидели И дослушали Всех нас И мы надеемся Что вам Всем очень Очень Все понравилось И будем И будем С большой Радостью Желать И хотите Увидеть вас Снова В какой-нибудь Следующий День Прекрасный Прекрасно Подходящий Для конференции Спасибо вам Затем Короче Конец Затем Предлагаю Разберегаться По